Сейчас вам по воде я рассказывала, и люди на работе мужа сказали, что это куплено, чтобы не заплатили. Вы знаете, есть такие люди, которые пишут недалекие. Написали ей текст, а она сказала. Я в руках, я вот только подошла и сразу говорила. Много лет назад, ну как много, лет 5 назад я поняла, что у меня от креветок, которые выращены на фермах, на гормонах, я поняла, хотя всю жизнь я ела креветки, я обожила. Я поняла, что у меня аллергия. Вот этим летом поехала на Кипр, захотела с креветок, зашла в магазин, спросила у киприота, знаю язык хорошо, спросила, местные или привозные. Он мне сказал, нет, местные, таких креветок нигде нет. Ночью просыпаюсь опять, начинают чесаться две ладони, покрываются просто полдырями, вся покрываюсь полдырями, и дикая боль поджелудочная просто встает, просто дикая. Тут я вспоминаю, что я с собой брала банку фукуса, я быстрее 3 столовых ложки как навернула, и буквально часа через два все у меня все успокоилось, успокоилось, успокоилось. Ну это вот действие сорбента мощнейшее. Я просто спаслась. У меня этот фукус, знаете, как все равно, что я не знаю, как мама родная, я все время слила. Заболело ли у меня колено, я намазала фукусом. Что-то у меня какая-то аллергия, я даже маски делаю для лица с фукусом. Ну да, да, конечно. Сделаю маски на вашем колене, внук подойдет и говорит, баба Бе, я говорю, баба не Бе, а баба красавица. Поэтому фукус это просто, ну это, вы знаете, это действительно человек открыл такое для нас, а Юрий Андреевич для нас открыл вторую жизнь просто. Благодарю. Все. Рад, рад. Добрый день, вот только что просто человек подошел, рассказал историю про Хэлла Примор. Расскажите, пожалуйста, вот то, что вы мне сейчас сказали, просто уже. В прошлом месяце я взял два таких, подарил маме, дочке. И где-то через недельку потом, почему запомнил 17 число, как раз я через недельку позвонил, думаю, мам, ну как там? Я, кстати говоря, его взял и фукус есть. А, и фукус? Да. Мама говорит, я стеснялся себя, потому что мужчина из женщины, это потрясающе. Я давным-давно, но она очень дружит с медициной, с этим конвейером смерти, она очень много есть, таблеток, в общем, у нее там 80 лет ей в этом году исполняется. Она мне говорит, я стеснял себя сказать, ну, говорит, я давно-давно, так, если раньше один раз в столе сходил, за три дня, вот сейчас каждый день. Ну, по-малому, так сказать, вот то, что... По-большому. А, вот даже так. И по-большому. По-малому-то, само собой, она говорит, просто прекрасно. Понятно, у нее с кишечником проблемы, так сказать. Естественно, естественно. Ну, там, ест все подряд. Ну, понятно. Ест все подряд, и таблетки подряд, и так далее. И тем не менее, она ощутила сразу, да? Отрезающе. Я сам удивился. Почему я не сильно удивился? Потому что я сам, когда я одновременно взял этот порядок, я выпил стаканчик днем, и черковый подстаканчик. Я не был обычной ночью, я не стою в туалет, никогда, практически. А тут три или четыре раза, я сразу на ночь бегал. То есть, кучки сразу начали работать. Да, да, это эффект очевидения. Почему, да? Почему я потом у мамы-то и спросил? Она говорит, просто поддай. Я говорю, я настолько благодарен, передай этому парню, где-то этот фон купил. Огромное благодарю. Поэтому вот так, мамы, вам огромное благодарю. Очень рад. Ну, приятно слышать, когда результат, да, такой объективный, ощутимый. Просто потрясающе. Это я вот на своих глазах убедился. Ну, благодарю за отзыв, потому что это всегда для нас важная обратная связь. Да, и для людей, чтобы люди понимали, что это важнее купить, чем сотовый телефон на череду. Абсолютно. Абсолютно. Поэтому огромное вам спасибо. Благодарю. Расскажите, пожалуйста, свою историю. Вот вы как питание давно изменили, и что произошло? С вами я познакомилась где-то полгода назад. У меня очень сильно болели суставы плечевые. И не могли понять, в чем дело. Вела разные препараты, и ничего мне не помогало. И начала копаться в интернете, чтобы это могло быть. Случайно вышла на то, что, возможно, это повышение мочевой кислоты. И стала дальше эту тему раскрывать. Вышла на вас, Юрий Андреевич, и, значит, изменила в корне питание. Убрала в один день все молочные продукты. Молоко, творог, сыры, кисломолочные. Хотя любила, до этого пила литрами пила. От того и были проблемы. Да, литрами пила. И, знаете, недели через две я почувствовала, что у меня плечевым суставом стало легче. Намного. Значит, стала дальше еще продолжать правильно питаться. Пытаюсь полностью перейти на сыроедение, но пока не все получается. Но стараюсь. Уже большой результат. Была мочевая 500 с лишним, стала 300, потом 260. Но сейчас чувствую, как только я начинаю опять побольше есть мяса, я опять начинаю чувствовать, что у меня болят руки. Естественно, не надо это есть. Да, у меня болят руки. Но вот вам огромное спасибо за ваши удивительные лекции. Они очень такие грамотные, сложные, но в то же время доступные. Любой человек может понять. Спасибо вам огромное. Рад помочь. Дай бог вашу. Ну и вам здоровья. Друзьям, родным и вам здоровья. Благодарю. И денышников побольше. Благодарю. Конечно. Ну вот с нами, если мы будем так вот, люди будут рассказывать о своих историях. Вы знаете, что я рассказала моей знакомой. Угу. Вот. И мне выписали алопуринол. Я еще его включила немножко, но потом я его убрала. Она лечила свои руки у врачей за очень большие суммы. Да. Я говорю, слушай-ка, купи-то алопуринол, дай ему чего-то кислоту. Она меня рукой вот так махнула. Да ну все это ерунда. Понятно. Я говорю, ты попробуй. И она мне потом несколько половин, смотри, говорит, спасибо тебе большое, что ты нас направила. Посоветовала. Да. Спасибо вам большое. Очень рад. Всегда рад, когда у людей обратная связь есть и когда хорошие результаты. Они такими и должны быть. Вот вы знаете, еще вот на предключиях образовались такие бугры. И они болели так, как будто грызут собаки. Это тоже возможно мочевает. Это не только. Это и ураты натрия могут быть как раз связаны с мясом. А у меня камни в почках. Ураты оксалатные камни. Которые у меня выходят в течение всей жизни. И посмотрите все эти лекции мои дальше. В большом рамках. Мочеполовую систему, про почки желчные. Чтобы все изменить, будет совершенно другая история. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. Смотрю ваше видео с большим удовольствием. Очень хочу как-нибудь попасть к вам на консультацию. Ну, это вот есть такой раздел. Индивидуальная консультация в блоге. Потом, пожалуйста, я разберу всю проблему. И так сказать... Спасибо вам большое. Пожалуйста. До свидания. Я, Юрия Андреевича, брала весной удобрение Эра. И применила ее для... Просто как эксперимент поставила. Хотела яблони уже спиливать, который 14 лет не полотопадает. Наносила, да. Давала 2-3 зеленых яблочек. Понятно. И все. Я с надеждой думала, когда-то она... Нет, никогда. И уже там 4 дупла было таких больших. Я их, конечно, заделала. Немножко обрезала старые ветки. И опрыскала удобрение. Ложку на ведро воды сделала. И опрыскала по листикам зеленым. И вокруг облила. И ствол тоже, да? Да, и ствол. И через неделю еще раз повторила. И осенью она... Ну, в конце лета и осенью она дал такой обильный урожай. И яблоки оказались сладкие. С красным почвом. Вкусные очень. Я просто не поверила. Это просто было чудо. Конечно. Нормализовалась как бы работа почвы. Микрофлоры. Ну, микрофауны, правильно сказать. И питательные вещества, элементы уже. Яблони смогла всасывать те, которые не могла без нормальной работы почвенной вот этой микрофауны. Ну, это уже как умирающая была. Конечно. А я прочитала на сайте, или услышала, по-моему, в видео, что там оживляли какое-то ценное дерево, которое погибало. Я решила попробовать. Попробовать так же сделать. Да. Вы знаете, в Казахстане были получены на уже полупустынных почвах урожаи до трех раз многих культур, которые выращивали. И это проверяли в Китае на рисе. Они закупают тоннами это удобрение. Ну, это правильно сказать, почвенные бактерии. Да, да. Вот. Результаты фантастические. Поэтому вот я говорю, что вот хорошо. И сделала эксперимент еще тогда, летом же. Две грядки. Одну не поливала, а второй поливала. Вот одна была почва очень плохая. Я туда на дачу наездами, и не постоянно там. И вот одна, где не поливала, а там желтый был укроп и прочие растения. А где поливала такой ярко-зеленый, хлорофилл, живой, бодрый. Все благодаря вот этому симбиозу бактерий. Вот это для сравнения было поразительно. Да, да. Ну, я благодарю вас за это, так сказать, комментарий. А я благодарю, что вы продаете такое удобрение. Да, благодарю вас за это. Спасибо. 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 Спасибо.